Александр Мурашов. Другая школа 2. Образование — не система, а люди. Посвящается сэру Кену Робинсону. Не могу представить эту книгу без нашего с ним разговора. Предисловие. Прямо сейчас вы станете участником эксперимента, который продолжался 9 месяцев. Я называю его «путешествие внутрь школы». Ругать учебные заведения стало уже хорошим тоном. За оторванность школьных предметов от реальной жизни, передозировку домашней работы, за архаичность школы в целом. Причин столько, что из них давно можно было составить отдельную энциклопедию. Но один из героев этой книги очень точно подметил. Современная школа — это несколько сломавшихся механизмов, которые пора отремонтировать. Книга, которую вы слушаете, — набор инструментов для того, чтобы это сделать. Директор небольшой датской гимназии подарил мне прекрасную метафору. Образование — это треугольник, где стороны — это дети, школа и родители. Вот почему мне хотелось построить эту книгу так, словно вы провели один день в школе, в которой хотели бы учиться сами. С преподавателями, на чьих уроках интересно даже взрослым. С родителями, которые ищут баланс между знаниями и счастьем своего ребенка. Наконец, с самими детьми, которые открыто говорят о том, чего хотят от школы, учителей, родителей, жизни. Десятки голосов, которые отвечают на самые острые вопросы о современном образовании, подхватывают друг друга, ведут вас по виртуальным коридорам и откровенно рассказывают о своих личных находках. Для того, чтобы рассказать эту историю, я девять месяцев прожил в новой школе, в пространстве, объединившем педагогов из районных и региональных учебных заведений, методистов программы «Учитель для России» и выпускников школы Тубельского. Я оставлял пометки, сидел на уроках, запоминал мелкие детали и часами общался с учителями, родителями и детьми. А дальше литрами пил кофе и судорожно пытался понять, как мне теперь сделать самое важное, как бережно передать на бумаге сотни гигабайт аудиозаписей и личный опыт совершенно разных людей, педагогический стаж которых, в некоторых случаях, насчитывал десятки лет. Мне хотелось собрать ящик с инструментами, с которым можно будет отправиться в любую школу в любом регионе России. Тот, что не потребует от преподавателей и родителей никаких особенных ресурсов, кроме одного — желания пробовать что-то новое в общении с детьми. Писатель Уилл Уайс однажды сказал, «Вместо передачи информации ты можешь создать для людей опыт, и, проживая его, они поймут, на что способны сами. Для меня это не просто книга, это целый опыт. Проживая его вместе с героями рассказанной истории, вы поймете, «Каждый из нас может создать для своего ребенка среду, в которой ему будет интересно учиться, познавать мир и себя». Продолжение следует...